Здравствуйте! Чтобы не было осеннего авитаминоза, пейте свежевыжатый апельсиновый сок и смотрите нашу программу. А в ней сегодня как купить запчасти, не выходя из дома, как запомнить сигналы регулировщика и почему важно уметь улыбаться. Осенний период – непростое время для автолюбителей. Резкие перепады температуры, повышенная влажность – все это требует особого внимания к уходу за автомобилем. Каждый автолюбитель знает, чтобы продлить жизнь своему железному коню, нужно вовремя менять масло и расходники. Встает вопрос, где это все покупать? Попробуйте заказать запчасти и жидкости в интернет-магазине. О преимуществах покупок на диване – наш первый видеоматериал. Все автолюбители рано или поздно сталкиваются с необходимостью приобретения автозапчастей и расходников для автомобиля. Это очень удобно делать через интернет, воспользовавшись интернет-магазином. Преимущества очевидны. Вы выбираете необходимые запчасти, не выходя из дома, имеете возможность посмотреть фотографии изделия и, конечно, приобрести его по самой низкой цене. Регистрируемся на сайте, выбираем офис доставки и переходим к выбору своей машины. Это можно сделать, введя год выпуска и выбрав марку. Как только ваш авто найден, вы получаете доступ к полному каталогу автозапчастей, которые подойдут именно вашему автомобилю. Выбрав необходимую запчасть, переходим к оплате любым удобным способом. Самый простой – расплатиться банковской картой. Далее останется дождаться сообщения от магазина, что ваш заказ исполнен, а забрать его можно в ближайшем от вас офисе. Причем ассортимент интернет-магазина не ограничивается только запчастями. Здесь есть абсолютно все – масла и автохимия, аккумуляторы, диски и авторезина, кузовные детали и автостекла абсолютно для любой машины. И самое главное – на поиск всего необходимого вы не затратите много времени. Интерфейс интернет-магазина интуитивно понятен и прост. Также много времени не уйдет на ожидания, так как самые востребованные позиции всегда есть в наличии на складе, и вы можете забрать покупку непосредственно в день заказа. Магазин «Автобюро» работает более чем с 10 тысячами поставщиков по всей России. Всегда в наличии более 24 тысяч наименований запчастей для абсолютно любого автомобиля. Забрать свой заказ можно в ближайшем от вас офисе в Первоуральске, Екатеринбурге, Ревде, Белимбайе или Каменске-Уральском. В «Автобюро» вам гарантированы лучшие цены на огромный ассортимент автотоваров. Заходите на сайт автодефисбюро.ру или приходите по адресу торговая 1А рядом с автостанцией. Исправный автомобиль – это лишь половина успеха в пути. Многое зависит и от водительской подготовки. Давайте ответим честно сами себе. Все ли мы помним сигналы регулировщика? Как показывают опросы, более 80% водителей абсолютно не помнят этих жестов. И более того, впадают в ступор, когда вместо привычного светофора на перекрестке появляется инспектор ДПС. Предлагаю повторить правила прямо сейчас, а за одним узнать, в какой автошколе объясняют так, что не забывается долгие годы. Все привыкли, что перекрестки в городе регулируются сигналами светофора. Однако даже суперсовременные системы светового контроля дорожного движения могут выйти из строя. В этом случае на смену электроники всегда готов выйти опытный регулировщик. Он же становится незаменимым, когда на перекрестке случается настоящий коллапс. Несмотря на то, что появление регулировщика вызывает ступор у водителей, сигналы, которые он подает, элементарны. Повторим их прямо сейчас. Ситуация 1. Регулировщик стоит к вам грудью или спиной. Грудь и спина регулировщика – это стена. На грудь и спину ему движение запрещено. Для вас это железобетонный блок. Ехать нельзя. Ситуация 2. Регулировщик стоит к вам боком. Могут быть руки опущены, могут быть подняты в стороны. Он как бы указывает на вас, указывает на ваше движение, а значит вы движетесь прямо и направо. Если повернуть налево, вы встретитесь с грудью или, как говорят, спиной. Ситуация 3. Регулировщик вытянул вперед правую руку и стоит к вам буквой «Г». Палка в рот, делай правый поворот. Ситуация 4. Регулировщик вытянул вперед правую руку и стоит к вам неправильной буквой «Г». Палка влево, поезжай как королева. Я могу ехать в любом направлении, хоть прямо, хоть направо, хоть налево, хоть в разворот. Причем разворот я могу выполнить как до регулировщика, так и после него. Ситуация 5. Регулировщик вытянул вперед правую руку, а вы оказались со стороны его правого бока. Подъезжаем к перекрестку, видим рука регулировщика, как шлагбаум. Это железобетонный блок для нас, ехать нельзя. Ситуация 6. Регулировщик поднял руку вверх. Всем через перекресток он движение запретил. Абсолютно всем. Он оглядывается, чтобы разгрузить дорожное движение, посмотреть, где больше поток транспорта. Не стоит забывать и о рельсовом транспорте. Трамвай просто-напросто движется только из рукава в рукав регулировщику. По-другому он двигаться не умеет, только из рукава в рукав. Пешеходы – это тоже участники дорожного движения. Они должны ходить позади регулировщика. Тоже ни в спину ему, ни в грудь. Вдоль него, позади него. Автошкола номер один предлагает качественное обучение за честные деньги. Учреждению уже 10 лет. Команда профессиональных преподавателей проводит занятия в удобное для курсантов время. Помогают в обучении богатый автопарк, собственный автодром, соответствующий новым стандартам обучения, аудитории, оснащенные по последнему слову техники. Повторно сдать экзамен в ГИБДД можно бесплатно. Приходите на Строителей 7, здание школы номер один или в Белимбае школа номер 22. Автошкола номер один. Выгодно, удобно, надежно. Чтобы запустить положительные мысли и улучшить свою жизнь, нужно больше улыбаться. Об этом нам говорят психологи. К сожалению, немало людей стесняются улыбаться по разным причинам. Кому-то зубы кажутся недостаточно белыми, кого-то вовсе пугает отсутствующий зуб. Не отказывайте окружающим в улыбке. Просто приведите свой рот в порядок. Разумеется, при помощи профессионалов. Лишились зуба, пора возвращать его функцию и эстетику. В арсенале опытных стоматологов несколько методов, позволяющих восстановить зубной ряд. Какой подойдет именно вам, определяет доктор после обследования. Если разрушение зуба незначительное, ставят одиночные коронки, мастовидные протезы, виниры или же прибегают к бюгельному или дуговому протезированию. Используются опорные зубы для восстановления, для укрепления, для фиксации дугового протеза. Различные методы фиксации – пламерное, замковое. Между тем, инновации вывели протезирование на новый уровень. И теперь врачи могут восстанавливать зубной ряд при помощи имплантологии. Корень заменяется на долговечный титановый имплантат. Вживленный зуб функционирует как натуральный. Современная стоматология обладает большими возможностями по оказанию стоматологической помощи людям при полной потере или при полном отсутствии зубов на верхней и нижней челюсти. Так называемая имплантация «все на четырех», которая может восстановить полностью зубной ряд условно-съемными протезами. Такой метод не вызывает дискомфорта, так как на слизистую оболочку и костную ткань оказывается меньшая нагрузка. При этом восстанавливается не только эстетика, но и полноценные ощущения при пережевывании пищи. Снимать такую конструкцию для обработки и чистки будет достаточно всего раз в полгода. Денталюкс Хотите иметь улыбку, как у голливудской звезды? Обращайтесь в стоматологическую клинику Денталюкс. Здесь вам помогут восстановить потерянные зубы быстро и безболезненно. Качественное протезирование, надежная имплантация, впечатляющее отбеливание, бережная парадентология. Весь спектр стоматологических услуг в клинике Денталюкс. Сделать необходимые процедуры можно уже сейчас и в рассрочку, причем без процентов. Выберите качество и добрые отношения. Клиника Денталюкс, улица Ватутина, 10, телефон 66-71-11. На этом у меня все. Смотрите новую порцию свежей, сочной и полезной информации в эфире через неделю. Я желаю вам приятного вечера. До свидания. Продолжение следует...